Вначале я хотел бы поприветствовать всех организаторов и всех участников этого круглого стола. И мы сегодня здесь собрались, как говорится, решать те проблемы, которые есть в Крыму и вообще в России. И да, мы говорим о проблемах, потому что о достижениях мы можем и в другом месте поговорить. Здесь было затронуто, что, к сожалению, больше проблем. Но мы не собрались здесь друг друга хвалить, а мы собрались здесь решать, как говорится, проблемы. Поэтому мы и говорим о проблемах. Для Крыма евразийский экономический вектор является одним из самых приоритетных. Связано это со многими факторами. В частности, Крым всегда был всесоюзной равновеси. И сейчас мы надеемся, что Крым станет жемчужиной России. Для этого есть все предпосылки. Благоприятная среда и климат способствуют развитию сельского хозяйства Крыму. И ведь многие отмечают, что крымские фрукты дешевле и лучше по своим качествам, чем в европейские. Крым является инвестиционно привлекательным. Создание современной инфраструктуры в санаторно-культурной зоне приведет к развитию круглогодичного туризма и отдыха. Тем самым создаст конкуренцию зарубежным странам. Богатое разнообразие видов отдыха и туризма позволит привлечь практически все свои населения. Кроме того, Крым это не только отдых, это еще и выгодное вложение в недвижимость. Значимость которой на рынке постоянно растет. Но стоит отметить следующее. Для того, чтобы Крым действительно стал инвестиционно привлекательным и на долгие годы мог составить достойную конкуренцию, необходимо учитывать ряд нерешенных проблем. В частности, разработать геймплан. Это позволит инвестору самому выбирать объект вложений. Улучшить инфраструктуру. Расширить дороги. Газофицировать все места. Расширить вопросы, связанные с водоснабжением. И увеличить электросети. Составить план развития городов и поселков. Для комфортного проживания жителей Крыма. Следует отметить, что затягивание решений жизненно важных вопросов уже приводило к массовым недовольствам крымчан. Это сильно сказывалось и на количестве туризма. И следующий пункт, которому мы хотим уделить особое внимание. Это необходимость запретов экстремистских организаций и сект, ложно приписывающих себя к исламу. Деструктивная деятельность, в которых вредит как мусульманской части населения, так и всему обществу в целом. Более того, представляет собой угрозу дестабилизации. Экономика любит стабильность. И мы все стремимся к этому и желаем стабильности, успеха и благополучного будущего. А если не будет стабильности, то тяжело говорить и о каком-либо экономическом процветании. В то же время мы понимаем, что могут найтись и те недоброжелательные, целью которых станет помешать развитию деятельности Евразийского экономического союза. И средством для достижения этой цели послужат в первую очередь различные радикальные организации и группировки. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день терроризм представляет собой всемирную угрозу. И учитывая то, что в Евразии есть немало горячих точек и немало радикальных групп, работающих на этой территории, можно сделать вывод, что это один из серьезнейших вопросов, который может стать преградой для благополучного развития Евразийского экономического союза. И если она не предпринимает необходимых усилий, необходимых мер для решения этой проблемы, она может представлять собой угрозу уже в ближайшем будущем. Будем честны перед собой, с присоединением Крыма к России присоединились также и проблемы Крыма. Всем известно, что в Крыму в течение более чем 20 лет активно развивались разнообразные сектантские группировки, приписывая себя к исламу. Это и вагабиты, и хизгут-тахрир, и так называемые братья мусульмане, также их называют джемаат-ислямия, сураманджи, нурджи и тому подобное. Все они свободно работали на территории Крыма. И, к сожалению, за это время уже нашли немало сторонников среди жителей полуострова. Эти организации получали серьезную финансовую и организационную поддержку, что способствовало такому широкому развитию их деятельности. Эти сектанты беспрепятственно ввели свою деятельность и получали финансовую поддержку из-за границы, а также от таких организаций, работающих в Крыму, как, например, организация «Эль-Рай». На протяжении долгих лет организация «Эль-Рай» занималась финансированием сектантов. Под видом благотворительной деятельности они пытались оказать свое влияние на крымско-татарскую молодежь, особенно в среде малообеспеченных граждан. Впоследствии отправляя их по всему миру на обучение сектантским идеологиям ваххабизма, хызбут-тахрир и партии так называемых «Братья-Мусульман». В качестве примера можно сказать, что организация «Эль-Рай» отправляла людей в город Трибове, Ливан, на прохождение обучения у Файсэль-Аль-Мауляви, откуда они возвращались подготовленными для распространения сектантской идеологии хызбут-тахрир. А также отправляли людей на учебу в Саудовскую Аравию, откуда они возвращались идеологами ваххабизма. И стоит отметить, что эта организация «Эль-Рай» до сих пор работает в Крыму, лишь только сменив название «Эль-Рай» на «Созидание». Вот это и беспокоит больше всего нас, понимая ту угрозу, которую они себе представляют. Что касается организационной поддержки, оказываемой сектантам, то в первую очередь следует упомянуть политику деятельности Духовного управления мусульман Крыма во главе эмира Али Аблаева. И, кстати, эмира Али Аблаев тоже учился в Трибове у Файсэль-Аль-Мауляви три месяца. Дунг совместно с Межлисом, вместо того, чтобы препятствовать деятельности сектантов, наоборот, всячески содействовал им. Члены Дунг предоставляли экстремистским организациям и мечети, и своих учреждений, и оказывали разнообразную поддержку в их работе. Это никому не секрет в Крыму, если мы как мусульмане знаем эти вопросы, что в Крыму в мечети имамами, то есть проповедниками работали именно ваххабиты, этих результатов, мы об этом и говорим, зная эту политику. Таким образом, предоставили им широкую платформу для своей сектанской проповеднической деятельности. И до сих пор Союз существует. По такому принципу они работают по сей день. То есть ничего не изменилось. Поэтому необходимо уделить должное внимание этому вопросу. Проводить соответствующие профилактические меры, чтобы не допустить плачевных результатов. Чтобы переходную ситуацию, переходный период, связанный с интеграцией Крыма, никто не использовал как для разжигания конфликта, который в конце концов может привести к дестабилизации в целом. Повлиять негативно на интерес инвесторов и развитие Евразийского экономического союза. На выстраивание стабильности и тем более, чтобы не прибавилось новых горячих точек на карту. Ведь уже серьезной угрозой является так называемое исламское государство Ирака и Леванта. Или как их еще называют ИГИЛ и ИГИШ. И среди боевиков этого ИГИЛа есть немало людей из Евразии. Из Крыма там воюют, по некоторым данным, около 500 человек. Из других регионов России около 2000. А также из Средней Азии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. И уже прозвучали высказывания со стороны идеологов ИГИЛа, что следующий этап это Россия. Имея большое количество таких боевиков, которые хорошо знают русский язык, которые могут спокойно внедриться в общество, часть из них могут проникнуть и в Крым. И если захотят дестабилизировать обстановку, то они смогут это сделать. И найдут сильную поддержку состальных местных вагабитов, Хызгутаприр и тем подобных. В таком случае Крым скоро может превратиться в логово экстремистов всех мастей. Что впоследствии приведет к развитию экстремизма и терроризма. Когда о курорте и тем более инвестировании говорить не придется. Необходимо взять под контроль те организации, которые способствуют распространению экстремизма и помогают террористским группам, даже если они сегодня не взрывают и не убивают. Мы не должны сидеть сложа руки и ждать пока они начнут убивать. Тогда уже будет поздно. Если эти сектанты смогут спровоцировать столкновение славян и крымских татар, то им достаточно будет лишь начать. А дальше это уже будет очень сложно остановить. Поэтому уже сегодня необходимо предпринимать меры против тех организаций, которые помогают этим группам. Прикрывать их финансирование, запрещать их литературу, запрещать их деятельность, не давать возможности распространять их идеологии. Вроде с присоединением Крыма к России, вроде эта работа началась. Стали проверять некоторые сектантские семьи, некоторые мечети и находили литературу. Ну, смотрим, это как бы все притихло и приостановилось. Вот это все и пугает, потому что мы ожидали большего. В России Эдгут Тахрин, она запрещенная организация. Ваххабистская литература, она запрещена. Но здесь как бы все осталось на том же уровне, на котором было. Вот это и настораживает, вот это и пугает. То есть не нужно смотреть, некоторые говорят, вот они все уехали. На самом деле нет, уехала часть идеологов этих групп. Но на протяжении 20 лет они же здесь развивались, поэтому опасность еще существует, и мы должны на это обратить внимание. Необходимо информировать людей об опасности сектантских течений посредством выпуска и распространения антиэкстремистской литературы и трансляции специальных программ на государственных телеканалах. Необходимо уделить особое внимание тому вопросу, создать комфортные условия для жителей Крыма, так как именно на их необустроенности и неосведомленности играют экстремисты, втягивая их в свои ряды. И для того, чтобы среди крымских татар и мусульман этот вопрос решался безболезненно, чтобы никто не смог использовать национальный фактор, необходимо, чтобы были среди крымских татар хорошие специалисты в этой области. И чтобы эту работу проводили именно в первую очередь сами крымские татары. И мы в этом вопросе готовы помогать. И как все эти годы мы занимались обучением мусульман истинным знанием ислама, и занимались противостоянием этим сектантам и их деструктивной деятельности, так и дальше будем заниматься этими вопросами и готовы к сотрудничеству со всеми, кто стремится остановить этих вредителей, стремиться к миру и процветанию в обществе. То есть у нас достаточно есть специалистов в этой области, которые разбираются в вопросах этих сектантов, в вопросах ваххабизма, их избытокры. И мы, как и на протяжении всех лет, которые занимались в Крыму этими вопросами, мы готовы также это продолжать, и мы как бы и не останавливались в этих вопросах. Спасибо за внимание.